Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы сегодня творим память удивительной святой, Блаженной Матушке Матроны, которая прославлена была где-то в конце 90-х годов, если мне не изменяет память. И удивительно то, что человек, который был инвалид детства, была слепорождённая, выросшая в стене, где, в общем-то, так к вере относились, ну, мягко говоря, скептически, в простой крестьянской семье. И тем не менее, вот сложилось так, что её почитает вся страна. Для меня это как-то, она особо близка, ну, чисто территориально. Ну, во-первых, она родила родом из Тульской области, откуда родом моя мама. Мама родилась примерно в это время, в 19-м году, в Венёвском районе Тульской области. Когда пришлось ей потом переезжать в Москву, где-то в 20-е, 30-е годы, она жила просто вот здесь, в центре. Одно из описаний говорит, что вот она же просто в том переулке, где я сейчас живу. Её отпевал известный московский священник, отец Николай Голубцов. Замечательный священник, к нему, как говорили, ходила вся московская интеллигенция. Он отпевал Матушу к Матрону в 52-м году. Незадолго до этого, или, скорее, позже этого несколько, он крестил Светлану Сталину, дочь Сталина, ну, и уж заодно, скажем, в 58-м году крестил моё недостойство. Так что где-то вот всё рядом, это всё вот ощутимо. И удивительное прославление, которое началось, почитание, в общем-то, никем сверху не декларируемое, как раз её могилке на Донском кладбище. Отпевали её в Донском монастыре, он сеть Николай отпевал, и затем вот походили там. Стали почитать эту могилку. И удивительно то, что вот человек, инвалид, как оказалось, беспомощный, не только сама жила полноценной духовной жизнью, вот, а множество людей помогало. Помогало именно своей молитвой. Вот это удивительно, про неё говорили, лишь одни и ночи проводила в молитве. Насколько это было вот важно, создавало эту атмосферу. Причём, где были самые трудные годы нашей Церкви, жестокие гонения. Поэтому тогда при жизни ты мало знал, кто о ней. Ну, так, эти близкие люди. Вот. А потом стали совершаться вот такие удивительные, чудесные события. При этом много вот люди по-разному относятся, но я не могу не сказать о том, что два случая чудесной помощи от неё просто я знаю из первых рук. один случай, причём, когда ещё не была прославлена исцеление одной католической монахини, которая, как многие люди Запада, желающие помочь России, приезжала вот в Москву в начале 90-х годов, привозила замечательную, огромную фотографию Туринская плащаница Христовой. Ну, это отдельный рассказ, конечно, о том, насколько она удивительна, насколько сама плащаница и исследование её, и благодатью из неё источающего, производила потрясающее впечатление, укрепляла веру многих-многих людей. Во всяком случае, я помню, как отец Георгий Чистяков, наш замечательный, был ещё в Турине, именно посетил вот храм, где эта плащаница, и говорил совершенно особо на таком вдохновении. Так вот, эта монахия приехала в Москву, какое-то время здесь трудилась, была, с этой плащаницы ездила, а потом она попала в автокатастрофу. Так что у неё повредились шейные позвонки, и ей грозила полный паралич. И ей знакомый, которая уже жила в Москве, ей сказали, что, знаешь, вот Матушка Матрона помогает, вот надо взять землички с могилки, потом вот утром с крещенской водичкой выпить. Какая-то странная её земля с могилы крещенской. Ну, что это такое? Но опасность страшная, она стоит парализован, и всё. Ну, пошли, я уж не помню, она сама ли пошла, кто-то её принёс, эту земличку. Ну, так или иначе, она так и сделала. Чайная ложечка, землички с могилки, развивала в дичке, выпила, всё хорошо. И буквально в этот же день она ходила в таком ошейнике, гипсом для перелома шеи, но почувствовала, что нет, поворачивая свободно головой, ничего не болит, всё прошло, буквально в тот же день. И причём её уже до этой операции делали, всё это не то, что так, случайность какая-то. Она до сих пор жива, замечательная троица, ну, сейчас она во Франции. Другой эпизод, ну, человека, которого я не знал, но она его близко, хорошо знала. Человек, приехавший откуда-то с Дальнего Востока, никак не мог найти подходящую работу, всё. И ему кто-то посоветовал, а это же прославлено было, это же начало 2000-х годов, она была прославлена, всё, почитание, всё идёт, всё замечательно. Ему, говорит, ты вот сходи, вот, в Покровский монастырь к мощам. Ну что ж, ну, делать нечего, работу надо искать. Пошёл туда, ну, там, помолился, постоял, там, учили, всё хорошо. На следующий день ему приходит приглашение на замечательную работу, которую он искал, которая хотел с прекрасной зарплатой, такая, всё, всё хорошо. Ну, такой же человек немолодой был, почти пенсионного возраста, и, сами понимаете, работу найти в пожилом возрасте нелегко. То, что он просто, ну, он обрадовался, всё, на следующий день едет в Покровский монастырь, огромный букет цветов, привозит, там, где-то прошёл, на могилку, положил там к мощам, всё хорошо, идёт к метро, и вдруг внадрю у него голос. Ты что же от меня? Цветами хотел откупиться. Мне сердце твоё нужно, обратись к Богу. И вот неверующий человек, действительно, обращается к Богу, принимает крещение, и становится верующим христианином. Вот два таких, очень близких случая, и близких, вот, которые я прекрасно знаю. Вот такие удивительные свидетельства. Многие скептически относятся к её почитанию, всё, я думаю, что это ошибка, потому что действительно множество свидетельств, и это удивительно, что в годы гонений, репрессий в Москве, в центре Москвы, живёт такой человек, немощный, можно сказать, малограмотный, но с такими удивительными дарами, которые сохранились и до нашего времени. Думаю, что это огромное наставление. Много-много таких моральных и духовных выводов можно сделать из вот этого события, и вообще от того, что был и такой человек, и мы его прославляем. И вот в начале 2000-х мы просили сетейшего патриарха Алексея Алексея нам даровать частицу мощей. Что и было сделано. И вот у нас есть икона, которую написал вот наш брат Валентин, который сегодня помогает в богослужении, и там внизу, справа, видите, там частичка мощей. И у нас на сайте, между прочим, есть кадры, живые кадры того, как патриарх Алексея собственноручно вкладывает эту частичку вот здесь вот на этом самом месте в эту икону. Так что думаю, что это особое, конечно, благословение, и такое очень тихое, какое-то скромное, неяркое призывание Божие к почитанию вот таких простых, удивительных святых. Аминь. Спасибо.